Вы себе и не представляете, как давно я хотел записать это видео. Все дело в том, что четыре месяца назад мы выпустили ролик «Почему покупка дорогих версий видеокарт – это деньги на ветер?», и вот сегодня мы это проверим на практике. У меня на столе два абсолютно одинаковых графических чипа – это 1660 Super в исполнении Asus, Dual и более дорогая версия Strix. Так вот, в чем суть? Сегодня мы протестируем эти карточки в абсолютно одинаковых условиях и проверим, есть ли смысл переплачивать примерно 10% цены за Strix или можно сэкономить, а на эти деньги купить либо оперативку, либо SSD, либо более дорогой процессор. Это видео будет полезно не только тем, кто ищет оптимальную карту для Full HD гейминга в 2020 году, но и тем, кто думает, есть ли смысл переплачивать за три вентилятора, подсветку, какой-нибудь экран на корпусе или лучше действительно сэкономить. Причем это касается не только Asus, это касается абсолютно всех вендоров. У всех у них есть какие-то геймерские линейки, разогнанные линейки. Вот мы сегодня и проверим. Протестируем эти видеокарты в одинаковых условиях, в современных играх, синтетике и рабочих задачах, посмотрим на разгон, на их шум и нагрев и сделаем вывод, есть ли смысл переплачивать, я думаю, будет интересно, поехали. За охлаждение версии Dual отвечают два 88-мм вентилятора, которые обдувают радиатор с двумя теплотрубками. Из видеоразъемов только по одному HDMI, DisplayPort и DVI. Более дорогая ROG Strix имеет уже два 100-мм вентилятора, а радиатор с теплотрубками слегка меньше. Для подключения к ПК тут уже два HDMI и DisplayPort, видимо Asus считает, что покупатели топовых версий видеокарт уже не используют мониторы с DVI, да и вообще, кто сейчас использует мониторы с DVI. Ну и еще один атрибут топовости — два переключателя на плате, которые позволяют настроить подсветку и выбрать один из двух видеобиос. Для питания обеим карточкам нужны 8 пин. У более простой дуал-версии из шести фас питания распаяно только четыре, тогда как у Strix все шесть. В теории это должно помочь разгону? Посмотрим. В целом карточка в версии Strix выглядит солиднее, но так ли это важно? Я постоянно тестирую огромное количество видеокарт, и таскать их с собой в пакете из пятерочки неудобно, поэтому я использую рюкзак. Но в простой рюкзак класть RTX 3080 грешно. С этим мне помогает Bobby Pro — рюкзак от компании XD Design. В отделение для 15-6-дюймового ноутбука спокойно помещаются четыре топовых видюхи от Asus. Рюкзак защищен от воришек, не имеет внешних карманов, поэтому охотники за 3080 вас не нахлобучат. Водоотталкивающий материал спасет ваши карты от дождя, а качественная фурнитура UKK не выйдет из строя. По канону есть порт для зарядки телефона с защитой от влаги, карман с рэфойт защитой в лямке на молнии, а также ретрактор с металлической леской, который не даст вырвать 3080 у вас из рук. Сейчас очень много некачественных и дешевых подделок — покупайте оригинальные рюкзаки Bobby у официальных дистрибьюторов, таких как XD Design. Скидка 20% на все рюкзаки и сумки по промокоду COMPUTER. Действует две недели. Ссылка в описании. Перейдем к программной части. Простая дуал-версия имеет частоту в 1530 МГц с бустом до 1830 МГц. Разгон относительно референсных значений составляет около 2,5%. У Strix базовая частота аналогична, а вот буст уже 1845 МГц. Разница с дуал составляет смешные 15 МГц — это меньше 1%. Память GDDR6 у обеих видеокарт не разогнана и работает на стандартных для этой модели 14 ГГцах. Все игры и бенчи запускались с NVMe SSD Kingston KC2500. Он работает через четыре линии PCI-Express и показывает скорости чтения до 3,5 Мбайт в секунду, чего с лихвой хватит для комфортной работы и игры. Также он может похвастаться неплохим ресурсом в 300 ТБ и гарантией в 5 лет. Для начала прогоним достаточно тяжелые бенчи, а именно Unigy Heaven на ультра настройках графики в Full HD. Итоговый результат — версия Dual смогла отрисовать 1810 кадров, а более дорогой Strix — 1909, то есть разница около пяти процентов. Далее 3DMark Time Spy, который мы также запустили в разрешении Full HD. Тут у версии Dual 9037 графических очков, а у топового Strix — 9337, то есть разница около трех процентов. Пока что переплата в несколько тысяч рублей за Strix выглядит сомнительно. Разницу в несколько процентов ощутить при живом геймплее просто невозможно — ее даже с выводом FPS не увидишь. Но может быть у Strix отличное охлаждение, а Dual работает на грани троттлинга? Запускаем FurMark. Этот зверский тест высасывает все соки из видеокарты, и он отлично подойдет, чтобы показать максимальную разницу между видеокартами. Результат меня удивил — более дешевая версия Dual нагрелась на 2 градуса меньше, чем Strix — 72 против 74, при этом обе цифры далеки от критичных. А вот по частотам Dual слегка проиграла — ее GPU в итоге устаканился на 1860 МГц против 1920 у Strix — разница 3%, что сравнимо с тем, что мы увидели в бенчмарках. При этом уровень шума у Strix составил 35 дБ, а у более дешевой — 37 дБ. Синтетика показала, что разница между видеокартами крайне мала, но некоторые скажут — синтетика не отражает реальной производительности. Что ж, временами это действительно так, поэтому перейдем к реальным тестам, а именно — рендерингу картинки на GPU. Для этого возьмем бесплатную сцену с BMW для Blender, которая сильно нагружает любую видеокарту. В итоге 1660 Super в версии Strix справилась с задачей за минуту и 37 секунд, а Dual на секунду дольше — разница опять же на уровне погрешности, так что для рабочих задач гнаться за рок-версии нет смысла. Но все же такие видеокарты в основном берут для игр. Может здесь Strix сможет себя проявить? Давайте посмотрим. Начнем с недавнего порта с PlayStation 4, который до сих пор не довели до играбельности, а именно Horizon. Побегать по Дикой Америке будущего можно с пресетом «Приоритет качества» в Full HD. В таком случае Strix показывает 81 FPS в среднем с нагревом до 67 градусов, а Dual — 80 FPS с нагревом до 71 градуса. И хотя FPS кажется абсолютно играбельным, на деле игра временами ощутимо фризила — 6 гигабайт памяти катастрофически не хватает, из-за чего из АЗУ берется аж 20 гигабайт. Впрочем, такое мы видели только в этой игре, спасибо портировщикам, забывшим про оптимизацию. Если хотите узнать об этом побольше, в описании будет ссылка на наш выпуск «Правда и мифы» о росте системных требований игр. Перейдем к Tomb Raider — последнюю часть новой трилогии про Лару Крофт. Игра отличается от личной оптимизации и идет даже на интегрированной графике, так что GTX 1660 Super чувствует себя в ней комфортно. В Full HD на Strix можно получить 84 FPS при нагреве до 69 градусов, а Dual — 72 градуса и 83 кадра в секунду. Опять же, разница минимальна и на глаз особо незаметна. А что нам покажет Far Cry New Dawn, разработчики которого в конец обленились и просто слегка переделали карту из Far Cry 5? Да все то же, что и в других играх. На максимальных настройках графики у GTX 1660 Super никаких проблем нет. Strix выдает 93 FPS, Dual — на пару кадров в секунду меньше, температура обеих карт не поднялась выше 69 градусов. Окей, в ход идет тяжелая артиллерия — ремастер Crysis, который в свое время насиловал все видеокарты. Посмотрим, как с ней справляется наша парочка. И надо сказать, справились видеокарты отлично. На максимальных настройках графики в Full HD можно получить в среднем около 45-50 FPS, при этом Strix традиционно нагрелась на 3 градуса меньше. Зайдем в еще одну новинку — ремастер первой Mafia. Тут, в отличие от Crysis, разработчики действительно с нуля переделали игру и переделали достаточно качественно. И пусть графика до уровня 20-го года слегка не дотягивает и скорее сравнима с графикой Mafia 3, зато FPS очень радует — в среднем он колеблется около 55-75, и это на высоких настройках графики в Full HD. Следующей на тесте стала Borderlands 3 — один из номинантов на премию «Худшая оптимизация года». Несмотря на откровенно мультяшную графику, игра на безбашенных настройках графики заставляет страдать владельцев многих видеокарт. К счастью, пользователей GTX 1660 Super там нет — на Strix можно получить около 93 FPS при 68 градусах, на Dual — 91 FPS и 71 градус. Разница опять же в районе погрешности. Метро Исход. Игрушка вышла достаточно красивой и тяжелой, так что для достижения 60 FPS придется играть на высоком пресете. В таком случае Strix выдает около 59 кадров в секунду, а Dual — 58. И да, более дешевая версия снова нагрелась на 3 градуса выше. Теперь проведем несколько тестов в разгоне. Да, мы знаем, что этим занимается не очень много людей, но все же интересно, насколько сильно получится поднять производительность таких видеокарт. Для обоих версий мы остановились на приросте частоты GPU в 100 МГц, а видеопамяти в 800 МГц. Разумеется, при этом TDP был поднят на максимальный уровень в 120%. Для начала посмотрим, как видеокарты стали греться в 4Mark. Strix стала бустить аж до 2 ГГц при температуре 78 градусов. Частота Dual на несущественные 50 МГц ниже, а вот температура ниже на 4 градуса, что не может не удивлять. Я ожидал, что Strix покажет себя лучше в разгоне, а оказалось, что более простая система охлаждения Dual-версии показала себя с лучшей стороны. Посмотрим, как дела обстоят в синтетике. В 3DMark Time Spy разгон позволил Strix набрать 9872 балла, прирост почти 6%. Dual в разгоне набрала 9573 балла, тем самым увеличив свой результат на аналогичные 6%. В бенчмарке Heaven Dual-версия в разгоне набрала 1941 балл, нагревшись до 73 градусов, тем самым увеличив результат на 7%. А вот Strix стала неприятно удивлять, она нагрелась на градус выше и улучшила результат лишь на 4%, до 1980 очков. При этом разница между видеокартами сократилась до смешных 2%. Окей, синтетика синтетикой, но что там в играх? В Horizon Strix нагрелась до 70 градусов, выдав 83 FPS, прирост около 2%. Dual нагрелась на градус больше, но получила на 1 FPS меньше. Итого аналогичные 2% прироста от разгона и та же незначительная разница между версиями. В ленивом Far Cry Strix нагрелась до 69 градусов, показав 98 FPS. Это самый большой, зафиксированный мной прирост производительности от разгона — целых 5%. Версия от Dual нагрелась также, показав результат 96 FPS, те же 5% прироста и снова незначительная разница между моделями. Ну что, друзья, 1660 Super показала себя в Full HD гейминге просто отлично. Все современные игры идут вообще без проблем. Что касается более дорогих версий видеокарт, то их имеет смысл брать только если вам нужно большее количество портов, двойной видеобиус, подсветка, может экран какой-то, я не знаю, в общем красотульки и дополнительные ништяки. Но если же вы экономите, берите более дешевые версии видеокарт. В версии Asus это Dual. Strix будет дороже, я напоминаю, примерно на 10% в среднем по больнице. Что касается разгона, смысла в нем вообще я не вижу. 5-6% максимум, причем Strix на удивление показала себя с худшей стороны она нагрелась больше, чем более дешевая Dual. Да, здесь не такой конечно качественный пластик, в мое мнение, чем на Strix, но переплачивать за это 10% лучше вкинуть в оперативку SSD или более дорогой процессор, как я уже сказал. Пишите свои комментарии, не забудьте поставить лайк этому видео за работу, это очень важно для нас. Мы старались. До скорых встреч.